24 февраля 2022 года на 10 утра по Москве у меня был намечен вебинар, который мы давно готовились с командой на протяжении последнего месяца. Он был очень важным для нас, на нем мы должны были анонсировать открытие продаж нового продукта InstaDruck 2.0. И утром я пишу своей сотруднице, которая живет в Украине в Днепре. Она у меня отвечает за техническую часть и за рассылки. И она мне пишет в ответ, что проснулась и говорит, что прочитала новости, что их бомбят. А ей нужно настраивать рассылки в GetCourse для вебинара. А за окном война. И это абсолютный сюрреализм. У меня в команде 15 человек, двое из них живут в Украине. Мы на связи, мы продолжаем работать, мы продолжаем делать бизнес. И сегодня я расскажу, как вам работать и вести соцсети, ваши проекты, бизнес в текущей ситуации. И что делать, если отключат Инстаграм и Ютуб. Но перед этим давайте я один раз выражу свою позицию, чтобы мы к этому дальше не возвращались. Пожалуйста, не нужно в комментариях со мной спорить и писать про 8 лет и все остальное. Я буду блокировать и удалять комментарии про тему войны. Мое мнение следующее. Я, естественно, против войны. Это даже как-то глупо говорить. Ну, как человек, если он человек, может быть за войну. Естественно, я против войны. При этом я считаю, что важно быть не просто против войны. А важно обозначать ответственность, которая лежит на разных людях за то, что происходит сейчас. И самая большая ответственность за происходящее лежит на одном человеке, который решил остаться в учебниках истории. И у которого, судя по всему, как я анализирую различные источники, искаженная картина реальности. Лежит ли ответственность на других людях, которые, возможно, провоцировали, игнорировали, плохо договаривались? Да, но она гораздо меньше. Если вы идете по улице и вас начали дразнить, обзывать, а вы вытащили нож и порнули человека в живот, то виноваты вы. Повлиял ли другой человек на то, что вы это сделали? Да. Но кто сядет за убийство? Вы. И теперь про то, что делать в текущей ситуации, если вы ведете онлайн-бизнес, если вы блогер или эксперт или продюсер, что вообще сейчас делать? Что касается эмоционального состояния, что делать со стрессом и с волнением? Во-первых, не делать резких действий на эмоциях. Это сейчас очень важно. Очень важно пережить первые ужасающие стадии этой ситуации и не делать ничего, что касается денег, бизнеса, соцсетей, если ваши проекты связаны с этим, на эмоциях. Второе. Берегите свои социальные связи. Про это Екатерина Шульман очень хорошо говорит. Те связи с друзьями, знакомыми, с подписчиками и так далее, которые у нас сейчас есть, они нам дальше понадобятся. Когда будет все лучше, вам нужны будут эти социальные связи. Может быть, чтобы объединяться против чего-то большего, поэтому сейчас постарайтесь сохранить отношения, даже если вам кажется, что люди против вас и абсолютно на другой позиции стоят. Третье. Подпишитесь на СМИ с хорошей репутацией. И отпишитесь от блогеров и от СМИ с плохой репутацией. Здесь я не буду давать советы, какие СМИ являются более правильными, но здесь можете ориентироваться на следующее. Вот если вы доверяете кому-то, то почему доверяете? Допустим, это может быть даже блогер. Вот сейчас не, если мы не берем конкретную повестку. Обычно вы доверяете человеку. Если высокая конверсия в правду, 9 из 10, например, если вы понимаете, что человек 10 раз сказал и из этих 10 раз 8 раз сказал вам ложь или что-то, что не оправдалось, то, наверное, от этого человека не нужно получать информацию. Поэтому определитесь с тем, какие СМИ для вас хорошие, а блогеры можно, конечно, подписаться на Варламова, к которому я прекрасно отношусь, и других ребят, которые выпускают новости. Но в этом смысла нет. Выберите лучше 1, 2, 3 хороших репутационных СМИ и следите за ними. И четвертый пункт здесь же. Чтобы узнавать новости, я советую не заходить каждые 30 секунд в Telegram. Как раз из-за этого отписаться от каналов именно новостных про текущую ситуацию. Вместо этого 3 раза в день, утром, днем и вечером, заходить на сайт, откуда вы черпаете информацию и получать этот апдейт. Естественно, в реальном мире это сделать очень тяжело, особенно если у вас родственники или друзья есть в Украине. Но постарайтесь это сделать. Постарайтесь сделать так, чтобы тот новостной фон, который сейчас есть, чтобы он просто не засасывал вас все глубже и глубже и останавливал какую-либо деятельность, которую вы сейчас ведете. Что касается Telegram, оставьте только профессиональные полезные каналы, из которых вы получаете апдейты, связанные с вашей деятельностью. Если вы хотите получать апдейты, связанные с соцсетями, с Instagram, с YouTube, я перепрофилировал свой Telegram канал Максим Чернов. Такой оперативный штаб, как это ужасно сейчас не звучало, по тому, что делать в соцсетях. Что делать как раз с блокировками, как их обходить, как продавать в это страшное время, какие смыслы транслировать, что этично, что нет, в какие соцсети и каналы уходить при блокировках. В общем, пощу в нем я, без редакторов, копирайтеров. Ссылка в описании, заходите, подпишитесь. В закрепе там сейчас есть подробная инструкция, что делать экспертам, блогерам и всем, кто развивает Instagram прям по шагам, что сейчас нужно делать. Следующий важный вопрос, это блокировки. Мы точно не знаем, какие они будут. Нам нужно действовать сейчас по принципу, мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее. Готовиться нужно к худшему. Блокировки будут. Уже сейчас видно, что вот на момент 1 марта Facebook замедляется, Instagram с перебоями работает, у кого-то Telegram с перебоями работает. И это только начало. Блокировки могут быть. К этому нужно быть морально готовым. При этом хорошая новость. Блокировки могут быть от российского государства, а не от самих Facebook или Google. Почему это хорошо? Потому что, покуда у вас есть VPN, вы по сути в безопасности. Вы умеете им пользоваться, подписчики умеют им пользоваться. И поэтому все равно, я про это дальше буду говорить, вы сможете в какой-то форме пользоваться дальше соцсетями. И с блокировками еще следующая история. Замедление, которое делает Роскомнадзор, например, с Твиттером, уже происходит год. И тем не менее, Твиттером пользуются, но там плохо грузятся картинки без VPN. С VPN все хорошо. Пока мы говорим на 1 марта, опять же, 2022 года, мы говорим о замедлении, а не о полной блокировке. Поставьте себе VPN хороший, лучше платный. Кстати, как раз в Телеграм-канале я там показываю, какие VPN хорошо работают, чтобы пользоваться соцсетями, пользоваться сайтами независимости от их блокировок. У ваших русскоговорящих подписчиков из других стран будет все работать в любом случае, независимо от блокировок со стороны российского государства. А русскоязычных людей в разных странах за пределами России очень много. Их, судя по всему, будет в ближайшее время еще больше. Что делать, если у вас Инстаграм? Первое, что нужно сделать, подумайте, какие соцсети вы еще можете ввести. Что я могу порекомендовать? Телеграм, Ютуб. Если вы делаете email рассылку уже, то сфокусируйтесь на ней. То есть вы можете сейчас сделать перелив из других соцсетей, аудитории. Опять же, возвращаемся к пункту 1. Сейчас не надо паниковать и считать, что если вы сейчас аудиторию не переведете в другой канал, то все пропало. Вы можете анонсировать, допустим, что у вас есть YouTube канал, допустим, в Инстаграме. Или на YouTube вы можете сказать про Telegram канал, как я говорил недавно. И дальше просто планомерно подписчиков переводить, аудиторию переводить в другие каналы. На всякий случай. То есть в одной части вы аудиторию не потеряете. Если не будет полной блокировки интернета, то вы все равно сможете потихоньку перевести аудиторию в другие каналы. Допустим, если будет Инстаграм ужасно работать, допустим, если он будет полностью заблокирован, как, например, LinkedIn в России. Если, может быть, кто-то не знает, LinkedIn уже несколько лет заблокирован полностью. Но ему можно пользоваться через VPN. Но пользоваться неудобно. И, конечно, меньше аудитории там осталось, чем раньше, но все равно она есть. Возвращаемся к пункту про VPN. Если даете рекламу, внимательно мониторьте стоимость рекламы. При необходимости выключайте Google Ads. Сейчас он плохо работает. Работает с перебоями. Мы каждый день постим апдейты как раз в Telegram канале, что сейчас работает, что не работает. То есть мониторьте Google Ads, если вы делаете там рекламу. И выключайте сразу же, чтобы не сливать бюджеты, как только он перестает работать. Facebook и Instagram реклама. Используйте, во-первых, только рублевые рекламные кабинеты. Второе. Если у вас счета за рекламу в долларах, а оплата идет с рублевой карты, то с текущим курсом это очень дорого. Смотрите, как вы оплачиваете. В идеале либо вы оплачиваете в рублях за рубли, либо вы оплачиваете в долларах за доллары. И проверьте, если у вас сейчас проходят платежи за вашу рекламу по карте. Я сейчас слышу, что уже у некоторых не проходит. Особенно если у вас карта санкционного банка. Например, у меня в точке не проходят платежи за рекламу. Они, например, предложили сервис «Точка реклама», через который оплата будет дольше, но она будет проходить. То есть через какие-то прокладки они придумали такое решение. Контент. Что делать сейчас с контентом? Можно ли постить то, что вы обычно постите? Нет, нельзя. Нужно сейчас вводить людей в контекст, в контекст того, что происходит. Нельзя просто так, как будто ничего не происходит, жить обычной жизнью и показывать эту жизнь. Нужно объяснять, нужно подводить к тому, что сейчас идет война. То есть нужно как-то, в большинстве случаев нужно выразить свое мнение. Если вы можете и хотите выразить свое мнение публично, то сделайте это, потому что иначе это смотрится очень стрёмно. Я видел уже несколько примеров, когда люди постят то же самое, что и до войны, как будто ничего не происходит. Это вызывает только раздражение. Поэтому нужно объяснять, что вы делаете. Придется, придется, если вы раньше были вне политики, то придется сейчас выражать свое мнение публично. При этом очень важно, потратьте время на то, чтобы продумать ваши сообщения. Не пишите просто на эмоциях. Посидите и подумайте, может быть, проанализируйте, проведите аналитику. Постарайтесь гладить углы, не писать в супер резких выражениях. То есть продумайте, если вы будете делать ролик для YouTube, или делать сторис, или пост, или пост в Facebook, продумайте то, что вы пишете. Дальше. В YouTube что вы можете сделать? Вы можете, первое, написать пост для сообщества, если у вас вкладка «Сообщество открыта». То есть если вы будете продолжать размещать контент, как обычно, если вы решили это делать, то вам все равно нужно пояснить вашу позицию. Вам нужно пояснить. Ребята, я считаю, что важно и нужно сейчас работать, вести бизнес, вести проекты и делать контент, который я хорошо умею делать. Поэтому я продолжу выпускать ролики. Вы можете сообщение написать по вкладке «Сообщество», чтобы объяснить, почему вы дальше выкладываете контент. Опять же, нельзя просто так делать вид, что ничего не происходит. Если вы выложили ролик на тему канала без выражения своего мнения, то есть, ну, обычный ролик, то, что вы обычно выкладываете, объясните под ним в описании и в закрепленном комментарии, почему, опять же, ваше мнение, и почему вы решили все-таки выкладывать этот контент. Можно сделать, по примеру, вот я вчера консультировал ребят, которые у меня в наставничестве. Есть канал, канал шеф-повара, известного французского, который на русском языке снимают, на русскоязычную аудиторию. Сейчас пропускают даты публикации, потому что непонятно, можно ли или нельзя что-то выкладывать сейчас. Я предложил сделать следующее. Сделать один ролик, посвященный позиции шефа по поводу происходящего. Сделать его максимально спокойным, но выражающим ясно позицию шефа. И после этого, дальше в этом ролике объяснить, что будут ролики выкладываться и обычные дальше, потому что вы считаете, что важно продолжать работать и так далее. Кроме того, что вы выразите свою позицию и не будете вести себя так, как будто ничего не происходит, еще вот в этом случае шеф в этом примере покажет еще себя как личность и покажет другую грань своей личности, про которую аудитория еще не знает. Это всегда хорошо для личного бренда. Телеграм, если мы про телегу говорим, это наиболее такой быстрый контент, пригодный для быстрой коммуникации с аудиторией. Сейчас это может быть хорошо, особенно если вы можете помочь людям, если вы, допустим, эксперт по соцсетям, как я, по онлайн-маркетингу, по продажам, или по финансам, или по инвестициям, или почему-то по психологии. Там, где вы можете помочь людям, вот сейчас, прямо здесь, сейчас, внутри вот этой изменяющейся ситуации, вы можете быстро коммуницировать. Ну, вы можете это делать в Instagram Stories, вы можете это делать в Телеграме. Это такой быстрый формат, подумайте, подойдет ли он вам. Когда вы выкладываете какое-то сообщение с вашей позиции, да, какой-то пост, допустим, или ролик. Очень важно, будет ли, вот, меня спрашивают, будет ли хейт. Хейт может быть, но я бы даже не назвал-то хейтом. Это может быть резкие, негативные комментарии, которые противоречат вашему мнению. И вы можете не отвечать на сообщения такие, на такие комментарии, на такие сообщения в директ. Это ваше право. Ваше право высказать свою позицию, и дальше ваше право не вступать в дискуссии. Вы не обязаны отвечать на каждый негативный комментарий. Банить или нет, блокировать или нет. То же самое ваше право. Например, я баню за, там, супер какие-то резкие, неадекватные высказывания. Причем, если человек мне, там, пишет в легкой форме, что я не прав в ответ, там, на мои, допустим, антивоенные сторис. Или просто вижу, что он очень эмоционально переживает эту ситуацию. Я не буду блокировать человека. Я вижу его боль. Я понимаю, чем это вызвано. Поэтому я просто не буду отвечать. Блокировать тоже не буду. Но вы можете сами продумать эту грань. Но вовлекаться в дискуссии вам не обязательно. Оставайтесь человечными. Война это плохо при любом раскладе. Что вы сейчас можете сделать? Построить отношения с вашей аудиторией. Разговаривать с ними. Не прятаться от них. И помогать им. Поставить себя на место людей, у которых сейчас все очень плохо. Может быть, у вас конкретно сейчас. Сейчас плохо. Просто проявить человеколюбие, чего нам очень не хватает сейчас в данной ситуации. Окей? Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя.